друзья всем привет с вами михалыч сегодня 5 января утро начало старта борьбы с валами сегодня пройдемся наверно по валам сегодня было с утра очень холодно минус 25 тут показывал сейчас что-то уже близится минус 20 минус 18 что-то такое потеплело что ж думаю можно спокойно выехать кстати на зимнем топливе грейдер во всеми словам завелся сейчас он уже прогрелся пройдемся по валам сейчас будем наверно выставлять отвал на самое правое крайнее положение знаете чтобы прям весь стол будем перемещать на право будем пальцы перед палец выставлять другое отверстие всего 5 вот и посмотрим что из этого выйдет потому что нет некоторых местах я вообще не достаю овал скинуть вообще желательно посмотрим что это то выйдет надеюсь никуда не свечу потому что буду ехать на краю и так сразу переставим сюда стол у нас есть вот такая вот кнопочка она управление этим самым пальцем цилиндром который вот вот в эти отверстия оставляет палец ну для этого нам надо отвал положить на землю чтобы он был не на весу все поставили теперь нажимаем кнопочку здесь должна загореться лампочка индикация что замок видите красный загорелся замок все отошел а теперь че делаем двигаем направо видите стол вообще стал как не валяшка давайте я вам или покажу вот так все работает видите вот отверстие сейчас у меня палец он с центра вышел мне надо его поставить вот сюда вот понимаете сейчас придется стол перемещать все вправо нажимаю ту сторону соответственно поднимается и это все будет идти сюда нажимаю видите а для удобства здесь сделаны кстати точки чтобы с кабины можно было смотреть и с этой стороны тоже сделаны точки такие же просто нам сейчас надо на самую крайнюю точку поставить это приподнимаем а это опускаем и вот она встала на крайнюю точку и закрываем замок должна погаснуть лампочка это погасло все поднимаем видите каком положении стал отвал в этом положении мы обычно делаем летом откосы но на скорости я работать с зимой так не буду с таким положением отвал только для того чтобы сбить какие-либо валы где я не могу достать то есть сейчас представляете да он на сколько метров вышел просто с полностью вправо делаю и сейчас цилиндры в данной ситуации вообще все почти выглядит если где нибудь стыкнуться можно я думаю загнуть штук спокойно поэтому рисковать особо сильно не надо сейчас я выйду вам покажу насколько отвал выше вообще это максимальное просто видите с этой стороны сейчас посмотрим на половину ножа точно выше а это два метра минимум но двух метров я думаю будет достаточно я буду по краю обочины ехать и два метра могу еще вал скидывать потом посмотрим как будет кстати в комментариях спрашивали что за машину вот санта-фе но видите ребята насколько выдвинут шток почти на до максимум поэтому сильно как-то усердствовать не надо нам сегодня упробить технику не надо еще мороз металл быть мороз очень быстро лопается все поехали пройдемся не торопясь 20 километров туда 20 обратно я думаю сегодня это хватит ну еще на развязку малую заедем в центре она кстати ребят те кто не в курсе у нас сейчас идет конкурс ну мало ли думаю все в курсе все равно повторюсь же для участия в конкурсе да в розыгрыше подарков это кружки футболки и кепки от михалыча именные будут если вам интересны подарки такие тогда переходить на мой инстаграм аккаунт оставлю инстаграм аккаунт в комментарии закрепленном под видео надо условия подписаться и оставить любой абсолютно комментарий все что ж для тех кто не знал просто еще я заметил вчера да пока смотрел наблюдал за всем что там происходит в инстаграме такой ажиотаж начался вообще и просто шоке это некоторые есть которые там не знаю пока эти комментарии пишут да вот условия будут такие если ты пять комментарий поставил там мы будем честно поступать как бы рандомно выйдет победитель да допустим а если два раза вышел ты допустим второго подарка извини не получишь ну я обращаюсь к тому что тому кто написал там по пять комментариев допустим каждому по одному подарку да решили там многие все за то что 30 подарков разыграть а не 10 поэтому разыграем тогда лучше 30 так чтобы больше людей один там написал комментарий очень интересно каждому по михалу лучше типа разыграть 30 подарков ладно 30 разыграем все заедем на заправку сначала как обычно заправился ребят 220 литров зашло так пока стоял заправлялся чистил зеркала окна и блин про зеркала вот китайцы вроде такие они любят люди да вот делать всякие там электронику там еще что то а вот зеркала с подогревом не сделали у меня на брянском арсенале раньше был были зеркала с подогревом вот минус у меня больше интересует это сферическое зеркало по ней видно когда отвал близко не близко если бы его не было бы можно было бы наверное колесо задеть даже с непривычки допустим в начале а по нему смотришь и видишь то что подходит колесу так ну что валы держитесь сегодня мы будем вас сносить ну 2 метра где то выходит под прямым углом а под прямым углом то мы не сможем держать правильно так что у нас замок загорелся опять а почему он горит закрылся все прекрасно закрыл так открыл чуть кстати у вас в крайнем правом положении вот такой бывает либо датчик что-то не так замыкается там стоит такой датчик который показывает индикацию ну ладно я знаю то что он закрыт и я спокоен ну датчик что-то не знаю ну что пошли по валам сейчас попробуем даже может чуть приподнять я думаю отвал чтобы прям не со дна брал со дна брать смысла вообще не будет и пошла жара смотри как красиво ребята красиво идет как же меня бесит эти столбы ребята каждое видео я наверное на эти столбы дожалуюсь сейчас тем более у меня отвал полностью выдвинутый да может быть это будет грязная работа да после грейдера может быть оставаться там снег и еще что-то но у меня лишь бы мне валы скинуть как бы чисто смысл нету сейчас делать это можно потом еще раз пройтись и просто со дна все убрать так я думаю возле столбов тоже прочистить потому что они такие проблемные места они потом таки останутся и 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 Продолжение следует... 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 Вот так обычно мы счищаем их. Начало и конец профильного ограждения. Самое главное, сильно не нажимать, так как можно их спокойно погнуть. Так, началась у нас прямая. Столбов нет. И это очень радует. Но есть знаки. Вот где отвал идет, там уже откос. Там глубоко. Если я чуть дам проверить, все, я уйду. Я даже по зеркалу вижу, что у меня остается под колесом колея. Так как я уже, знаете, там на грани еду. Больше не могу. Да, был бы боковой отвал, конечно же. Там сколько он? Три метра, тут четыре метра берут. Сколько он берет? Четыре даже берут, наверное, да. Так, еще один столб. Так, конечно. Продолжение следует... 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 Наверное все едут на Москву, коренные москвичи решили ехать домой. Окно есть после Камрюхи, нет на горизонте, Камрюха 3,5 ездит, смотрите, какая красавица. А самое главное, как я и говорил, от снегопада такого обильного отходим до дня 3 минимум, 4 дня даже бывают, ведь я вот сегодня третий день, еду уже третий круг, можно сказать, да, по участкам, а от снега, от болот, что толком даже не отошли. И сегодня вечером опять вблизится снегопад. Видите, ребят, вал остается, ничего с этим поделать не могу, ближе подъехать я уже не могу. Все, это предел, край, куда я могу подъехать. Кстати, ребят, с праздником Грейдер. 4 тысячи моточасов. 4 тысячи моточасов и без каких-либо пока серьезных поломок. Надеюсь, их не будет вообще. Но, как вы знаете, коробка что-то там подводила. Из сапуна дым пошел. И что там еще? Да, и со ступицы там что-то у меня ослаблялось. Но это ослабление ступицы, это как бы порядка вещей. Сама ступица такая. Да, и тормозной поршень. Тормозной цилиндр меняли, да, по гарантии. А так больше в основном никаких проблем. Ну да, и есть, конечно, люфты и появились. Видите, ребят, здесь тоже были большие валы вчера. Видимо, погрузчик, пока я ездил за сегодня, все затолкал. Елочки. Видите, как хорошо. Здесь, видите, так же поле. Обычно постоянно здесь задувает. Блин, капец, там объем, смотрите, да, вот, да. Где-то несколько, сколько там, километр, наверное, практически открыл. Капец. У него база короткая, не им как бы проще. Мне, чтобы елочку толкать, надо целую полусть еще занимать. Проехал, наверное, километр, смотрю. Еще до сих пор елочки толкает у нас погрузчик, смотрите. Вообще круто. Да, и под конец рабочего дня, ребят, заехал на большую развязку. Это в самих Москакасах. И пройдясь по развязке, думаю, на сегодня хватит. Честно, даже не обедал еще. Попутно не было кафе. До Харкасов не доехал, а в Москакасы что-то заезжать не хотелось. Так как все равно уже на базу, а там покушаю. Ну, в общем, вот так прошел, ребят, мой день сегодняшний. 5 января. Надеюсь, вам понравилось. Балы по максимуму, чем можно было, скинули. Я думаю, долг и польза от сегодняшней работы был. Поэтому, если вам понравилось видео, ребят, не забывайте подписываться. Ставьте лайки, пишите комментарии. Да, и про конкурс тоже не забывайте. Всем желаю удачи. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok